ПЕРМСКИЙ АМКАР Близость встречи с Премьер-лигой, вероятно, сказалась на игроках Воги. В первом тайме против Сызрани они действовали не лучшим образом. Хладнокровие сохранил только опытный голкипер Дмитрий Красильников. Это он выиграл две очные дуэли с нападающими гостей. А однажды за него отбрехалась штанга, когда Михаил Сорочкин, что есть силы, пробил из пределов штрафной. На перерыв голкипер Волги уходил с гордо поднятой головой. Ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Наверное, подфартило, скорее всего. Не знаю, так получилось. На второй тайм хозяева поля стадиона старт вышли с совершенно другим настроем. Накрыть соперника прессингом, чтобы он и головы не успел поднять. Эта тактика сработала уже через пять минут после перерыва. Дмитрий Рахманов прервал атаку Сызрани в самом ее начале. Затем так мощно пробил, что вратарь гостей Алексей Козлов от неожиданности выронил мяч из рук. Георгий Заикин был тут как тут. Волга повела в счете. При ударе от ворот некоторые нападающие отворачиваются, думают, что мяч станет легкой добычей вратаря, прекращают вести борьбу. Сегодня перед игрой мы Герри сказали, что на каждый удар идешь на добивание. Он пошел до конца, там вратарь, естественно, ошибся. Мы забили мяч после ошибки. После гола Заикина командам оставалось играть еще около 40 минут. Однако забитых мячей зрители больше не увидели. И в большей степени это была заслуга обороны Волги, которая, в отличие от первого тайма, действовала очень надежно. 1-0. Волга. Мы никому не уступили по игре. Ни олимпийцу на выезде, ни Носте дома, ни сегодня Волги. Поэтому игра, содержание ее, скажем так, потихоньку у нас налаживается. Остается только забивать те моменты, которые мы создаем. После победы на Цизовне у волжане поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Свой следующий матч в чемпионате страны они проведут только в начале октября. А до этого 21 сентября на стадионе старт матч года. Волга против клуба премьер-лиги «Амкар». Начало встречи в 18 часов. Михаил Рассашанский. Новости Ульяновской правды. Продолжение следует...